Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится вплоть до 31 декабря. В армию ребята идут как по долгу службы, так и по контракту. Первых за год вооружённые силы Российской Федерации отправляется 700 человек. Контрактников набирается порядка 100. Сегодня же в рамках осеннего призыва в армию провели 24 призывника. Четверо из них отправляются в президентский полк. На сегодняшний день у нас есть план, что мы должны поставить в войска 330 человек. Мы готовы это сделать. Практически все рода войск мы охватываем. Сегодня у нас ведёт основная масса в сухопутные войска. И в основном идут служить по южному военному округу. Как показывает тенденция последних нескольких лет, юноши в армию идут по собственному желанию, отмечают в военкомате. Давно ждал этого события и Владимир Бикмухамедов. У юноши боевой настрой со своей физподготовкой. Владимир занимается альпинизмом, борьбой и дайвингом. Он рассчитывает попасть в достойный рода войск. Во-первых, отдать долг родине. Очень хочу. Все служили, отцы, братья, друзья. И я хочу. Пришло моё время, я очень рад. Просто с удовольствием отдам и жизнь отдам за родину. В самом же Сочинском отделе военного комиссариата грядут перемены. С 1 декабря по решению генштаба и в рамках реорганизации военкомат в городе будет один. Ранее адлерский отдел считался самостоятельным. Теперь основная часть сотрудников перебазируется на улицу Кирова. На Горького же останется лишь отделение призыва.